А вы хотели бы бесплатно получить современную игровую приставку? Тогда я рекомендую вам дебетовую карту Тинькофф L Games, которая разработана специально для нас с вами, геймеров. И её фишка это повышенный кэшбэк на игры и донаты в них. Куда приятнее купить не только понравившуюся игру, но и получить обратно на карту часть от её стоимости. К тому же на этой карте можно прописать свой уникальный игровой никнейм. Повышенный кэшбэк работает во всех известных магазинах Steam, Origin, PS Store и многих других. Оформление карты бесплатное, а сотрудник банка доставит её в любой уголок России в очень короткий срок. Переходите по моей ссылке в описании и при оформлении карты вы не только получите возможность экономить на покупки игр, но и приятный бонус в размере 500 баллов, которые упадут на ваш счёт. Один балл равняется одному рублю. А если вы оформите эту карту до 25 декабря, то дополнительно получите нереально крутые бонусы в размере 20% кэшбэка на видеоигры, 15% на доставку еды, 10% на оплату гаджетов и другой техники. Кроме того, у вас будет лимитированный дизайн карты, которым смогут похвастать далеко не многие. Но самое главное, если вы планируете крупную покупку, то с этой карты у вас есть шанс получить 100% кэшбэк на приставки PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo или персонального компьютера. Ссылка на эту карту будет в описании под видео. Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ватман и обновление контракт вышло. Обнова не сильно глобальная, в отличии от других зимних, к которым мы привыкли. Давайте быстренько расскажу, что добавили. Начнем с транспорта. На данный момент доступно 7 новых автомобилей. 6 находятся на сайте Legendary Motorsport и 1 на сайте San Andreas Superautos. Цены на все машины приемлемы, с учетом инфляции в игре. На некоторые машины есть оптовые цены. Например, чтобы купить подешевле Enus Jabel, нужно выполнить 20 контрактов по обеспечению безопасности. Для оптовой цены на Enus Daiti денег нужно 10 контрактов. И для разблокировки оптовой цены на Dubashi Champion необходимо выполнить задание студийное время. Видимо, одно из финальных. А на сайте San Andreas Superautos продается бравада Buffalo STX. Шикарный маслкар, который я сразу же прикупил. Оптовая цена на него станет доступна, если купить новое агентство. Еще 8 машин будут разблокированы позже с капельной подачей. О покупке агентства вам напомнит Lamar после того, как вы окажетесь на улице. Продаются новые офисы на сайте Dynastia 8, там где можно было купить офисы шефа. Есть 4 на выбор. За 2 миллиона 415 тысяч, за 2 миллиона 145, самый дешевый за 2 миллиона 10 тысяч и самый дорогой за 2 миллиона 830 тысяч долларов. Я купил самый дешевый, но позже сделаю видео о преимуществах каждого офиса. Из ремонта можно повешать другие картины, наклеить обои и выбрать подсветку всего агентства. Все это бесполезно, нужно только для красоты. Вот арсенал за 720 тысяч, штука немного полезная. Это по сути своя собственная амунация, в которой вы покупаете оружие и бренджилеты с 5% скидкой. Апартаменты нужны, чтобы начинать игру отсюда, к покупке также не обязательны. А автомастерская необходима для тюнинга транспорта сразу в здании, вот ее лучше прикупить. В комплекте с агентством идет гараж на 20 парковочных мест, к счастью за него доплачивать не нужно. В общей сложности мне мой самый дешевый офис обошелся в 4 миллиона 380 тысяч долларов, уже не такой дешевый кажется. А после покупки агентства я сразу приобрел по оптовой цене и новенький Буффало. Как по мне он прям секосный и имеет на карте собственную иконку. Если вкратце, то в игре есть обычный спорткар Бравада Буффало, версия Франклина Буффало С и вот появился Бравада Буффало СТХ, который маслкар. А значит он может быть новый имбой в этом классе, проверим чуть позже. Ну и как все маслкары, он может вставать на дыбы. Ладно, едем в офис. Пока вы не просмотрели первую катсцену, въезд в гараж заблокирован, так что заходим через парадный вход. Смотрим глупенькую сцену, где подчиненный не узнает босса и поднимаемся наверх. Как меня раздражает вот эта трясущаяся камера почти во всех катсценах, как будто снимают на телефон. Ее добавлять было вовсе не обязательно, как по мне. Клинтон вводит нас в курс дела, что все это куплено за наши деньги и мы здесь боссы, а он так, просто менеджер. А потом менеджер говорит, что он пойдет в свой офис, а боссу нужно заняться делами. Короче, работы лысый и рабство никто не отменял. Хакер и мани, это оказывается дочка Перли. Вот так новость. Теперь осталось узнать, кто такая Перли. Короче, что мы можем в новом офисе? Облокотиться на перила и полюбоваться видами. Давайте немного пробежимся по агентству. Сразу за вашим кабинетом есть лестница на второй этаж. Ну, точнее, на третий, на втором вы сейчас. А на третьем размещается личная амунация. По большей части, пользы от нее не сильно много, только скидка 5% на все оружие и броники. Справа продается гарнитура и дыхательные аппараты, как и в обычном магазине. Ну, а у накачанного негра можно купить любое оружие. В том числе и новое. Это электрошокер за 356 тысяч, которому можно поменять раскраску. И это тяжелая винтовка за 427 тысяч. В магазине чуть дороже. У нее есть стандартный набор допов. Большой магазин, прицел, фонарик, глушитель и рукоятка. Помимо основных раскрасок, есть раскраска кинты. Чтобы ее получить, нужно 10 заказных убийств выполнить, получая бонус за способ убийства. Это что-то связанное с заданиями, чуть позже разберусь. И также в разделе тяжелое оружие есть компактный электромагнитный импульс. Это, по сути, тот же укороченный гранатомет, который можно пользоваться на мотоцикле. Стоит 378 тысяч по скидке. У него также можно поменять только раскраски. Далее на этаже мы можем найти компьютеры, через которые можно посмотреть в камеры наблюдения. Есть комната отдыха с баром и бонгом. И есть кухня. От полезных соков отказались в пользу энергетических напитков. Причем забавно, на столе он стоит бесплатно, а рядом есть автомат, где такой же напиток можно купить за 1 доллар. И в дальней части кухни можно пополнить запас еды. Как поштучно, так и сразу полный слот. Полезная штука, которая была раньше и вот появилась здесь. С хакерами и манией никак взаимодействовать нельзя. За дверями ваши личные апартаменты, если вы их купите. Тут можно полежать и переодеться. Если на кровати будет лежать чоп, ляжьте рядом и погладьте его. За это дадут награду лучший друг собаки. Возвращаемся на этаж ниже. Здесь есть переговорная с эмблемой вашей банды в центре стола. В кабинете Франклина взаимодействовать не с чем. Спустившись на первый этаж, вы попадаете к лифтам, откуда можно отправиться на улицу, на крышу, в гараж или покинуть офис на своем транспорте. Так, например, можно улететь на бесплатном супервалита, принадлежащем агентству. Взрывать его можно, агентство платит и закажет еще. Ну а если решите спрыгнуть с крыши, то убедитесь, что у вас есть парашют. А то вышла неловкая ситуация. В первый же день обновления партнер Клинтона покончил жизнь самоубийством. Что-то тут нечисто. После просмотра катсцены въезд в гараж становится доступен. Здесь, помимо слотов для 20 автомобилей, которые вы можете сюда поставить, есть еще три транспортных средства. Первое находится на самом нижнем уровне. Это новенький мотоцикл, в продаже еще не появился. Скорее всего, это байк и мани. Сесть на него не получится. Второе – это бронированный Энус Джабель с номерами Франклин Клинтон и Партнер Один. Третья машина – это новенький Бравада Буффало в тюнинге с номерами Франклин Клинтон, 1988. Это год рождения главного героя. То есть, это новенький Буффало нашего партнера. Он не изменяет своим традициям сюжетки. Сесть в эту машину также нельзя, а вот в Джабеля можно. Вполне симпотная морда и задница. Такое у Рокстар получается редко. Эта машина бронированная. Ее стекла выдерживают 15 пуль и на 16-е рассыпаются. И также выдерживает выстрелы РПГ и самонаводки. Но об этом чуть позже. Переходим к самому интересному – тюнингу. Машинам из этого обновления в мастерской доступны уникальные улучшения. Во-первых, бронеплиты за 150 тысяч долларов. Они делают из обычной машины бронированную. Установка этих бронеплит позволяет стеклам также выдерживать по 15 пуль. И, что самое классное, она держит 11 ракет опрессора. На 12-е взрывается. Если говорить об РПГ, то 3 ракеты она выдержит и только на 4-ю взорвется. Мы заодно решили проверить. Возможно, и старые машины также апнули по этому параметру. Но нет. Бронированный шафт РБ-12 взрывается после второй ракеты стингера или опрессора и после второй ракеты РПГ. Так что транспорт из обновления контракт защищен лучше. Также есть стандартный тюнинг. Его я разберу в отдельных роликах более подробно для каждой конкретной машины. Из недостатков этой мастерской. Тут нет обширного изменения света фар, как было на арене и в автоклубе. Только ксенон. Новым машинам здесь можно установить пулеметы. Из-за не очень удачного освещения их почти не видно. Но они вон там, в решетке радиатора. Пользы от них почти нет. Стреляют перед собой и не обладают большой мощностью. Так что 297 тысяч долларов можно и не тратить. Также на машину можно поставить скользкие шины, которые при взрыве разливают масло и тачки теряют возможность поворачивать. Я рад, что разработчики поменяли клавишу установки мин с пробела на кнопку Е на клавиатуре. А то входишь с ручником в поворот и какаху в подарок оставляешь. На Е очень удобно. Лишний раз не поставишь. Ну и самый важный тюнинг, который завезли в эту мастерскую, находится в разделе оборудования и мани. Это дистанционное управление за 235 тысяч долларов или генератор помех за 400 тысяч. К сожалению, и то и другое одновременно поставить нельзя. Что такое дистанционное управление? Вы открываете меню взаимодействия, раздел предметы и снизу находите подраздел транспорт с дистанционным управлением. Здесь можно выбрать радиоуправляемую машинку, игрушечный танк, если есть, и личный транспорт с дистанционным управлением. Выбрав этот пункт, камера переносится за руль от первого лица. Поворачивать камеру в стороны нельзя, поэтому придется смотреть только прямо. В этот момент ваш персонаж исчезает, а его метка пропадает с радара. То есть по городу просто катается машина-призрак, которая умеет ставить скользкие мины, стрелять из пулемета и взрывать себя, если зажать пробел. Правда, потом тачку придется восстанавливать за свой счет. Лучше уж радиоуправляемые машинки взрывать. К тому же наводка опрессороводов в этом случае на машину также работает. А вот если вы установите генератор помех за 400 тысяч долларов, то всё, получите пожизненный иммунитет от агильных ракет опрессоровода и дирюксовода. Кто-то сказал, что против залпа акулы ничего не может спасти. Вообще-то теперь установленные за 150 тысяч долларов бронеплиты спасти смогут, поскольку 12 ракет они точно выдержат. Короче, дистанционное управление не так важно, как генератор помех. Новые машины с тюнингом прям реально вносят баланс в игру. Они не имбуют, но они хорошо защищают. На них можно выполнять задания в открытой сессии, не боясь, что вас взорвёт грифер. У него скорее ракеты кончатся без наводки. На обычные машины, которые были в игре раньше, установка глушилок не распространяется, только на новые. Пара слов об оружии. Тяжёлая винтовка бесполезна. Она ничем не лучше образцов, которые уже есть в игре. На неё можно не тратиться. Электрошокер это так, чисто для фана. Кого-нибудь долбануть и забрать у него тачку. Правда, NPC что-то помер быстро. А вот компактная ЭМИ-пушка оказалась хернёй. Это укороченный гранатомёт, которому даже не удосужились убрать взрывную волну, которая повреждает машины. Да, он отключает электронику на время, но не более. На опрессорах это тоже работает, если, конечно, опарыш подождёт, когда вы в него попадёте. В реальной обстановке чихал он на этот летящий снаряд. Попасть по нему в движении горячей картошкой практически невозможно. Так что все три новых вида оружия можно и не покупать. Ничего не потеряете. Теперь немного об игровой механике. В вашем кабинете есть компьютер, пользоваться которым можно только в открытой сессии, что лично мне не очень нравится. Учитывая то, что в первые дни обновления почти все сессии полные, вы даже шефом организации не сможете стать из-за отсутствия свободных мест. Так что отключать интернет через диспетчер задач пока что самое оптимальное. Купив офис за 4 миллиона, вы получите доступ к контрактам за 30-50 тысяч долларов каждый. Задания простенькие. Доедь, разберись, доедь обратно. А самое прикольное то, что после окончания задания вы деньги не получите. Они будут со временем появляться в вашем сейфе. Кто-то говорил, что максимальная вместимость этого сейфа 250 тысяч долларов. Нужно будет проверить. То есть, чтобы игрокам выплаты не оказались маленькими, они будут накапливаться, и потом игроки смогут забирать разом крупную сумму. Ну, такое себе, если честно. К тому же, на повторное выполнение задания накладывается кулдаун, точное время которого неизвестно. То есть, фармить на агентстве нам не дадут. И нахер тогда оно нужно, спрашивается. Что еще добавили с этим обновлением? Новую радиостанцию. Я в онлайне музыку отключил, но думаю, там что-то очень классное, как и до этого было. В казино теперь стали появляться машины из обновления тюнеры, которые раньше были только на эвакуаторе автоклуба. Кстати, кто не видел обзор на Fisser Growler, ссылочка в верхней части экрана. Немного пробежимся по одежде. Добавили новые кожаные куртки, рабочие куртки и дизайнерские толстовки. В брюках Chinas появился комплект к верхней части гардероба. Добавили очень много новых сережек. И появился новый раздел очков модные. Спасибо Сереге, что показал новые прически. Для женского перца это волнистый пикси, а для мужского хвостик. То есть бабы превращаются в мужиков, а мужики отращивают щелковистые локоны. Что касается развития сюжета, то после выполнения первого контракта звонит Франклин и просит подъехать в гольф-клуб. Тут запускаются простенькие задания, по типу Симона или Джеральда или Агаты Бейкер. К счастью, проходить их можно одному. На этом и будет строиться весь сюжет. В общем, обновление не сильно крупное. Не знаю, с чем связано. Лично мне планировка офиса не понравилась. Пространства много, и оно в большинстве своем бесполезно. Спустя три дня вы устанете бегать по этому особняку. Можно было бы все уместить на один этаж более компактно. Новое оружие по большей части бесполезно, а стоит дорого. С большинством автомобилей будет такая же песня. Самым важным для меня в этом обновлении является возможность бронирования личного транспорта с установкой на него глушилок. Вот это прям то, что давно надо было добавить. В основном же ничего выдающегося. Обнова проходная, и относительно скоро игроки вновь вернутся на Кайо Перико. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»